Что ж, друзья, у меня хорошие новости. Battle State Games сегодня, 26 января, сделали Тарков чуть менее душным. Теперь играть не просто комфортней, но обнулевал. Но давайте поконкретней. Пару дней назад англоязычный контент-мейкер Veritas выпустил ролик, в котором он перечислил некоторые изменения в Escape from Tarkov, из-за которых игроки стали больше страдать, чем получать от игры удовольствие. Несмотря на то, что Никита Васильевич Буянов неоднократно подчеркивал, что Тарков — это прострадание, нельзя не отметить то, что действительно игра стала вызывать частые раздражения, когда сталкиваешься с неадекватной отдачей или тем, как твой персонаж двигается неповоротливо. Поэтому темы насчет таких аспектов игры фигурировали и ранее, однако именно сейчас разработчики решили пойти навстречу игрокам и внесли ряд изменений. Давайте по порядку. Первое. Снизили углы разброса отдачи у всего оружия, то есть визуально отдача стала не просто комфортней, она стала приятней и во многих случаях ее стало нормально контролировать. До этого изменения в плане отдачи комфортным оружием было то, у кого либо низкая скорострельность, либо благодаря модификациям низкие цифры отдачи. И скорострельное оружие, которое не обладало последним преимуществом, было неэффективным. Сейчас же это изменили таким образом, что почти любое оружие стало играбельным. Примером на экране будет служить стрельба из Ауга А3 до изменения и в текущей версии. Тут даже комментирование вообще какое-то излишнее, потому что отдача лучше в разы. Хотя, конечно же, цифры не изменились, но вот хаотичные уводы ствола из стороны в сторону уменьшились. Ну и, конечно же, вал. Вернее, его брат ВСС. До патча кадров у меня не сохранилось, но вот вам зажимы со стоковой версией и с версией с рукоятью РК-0. Просто посмотрите, насколько стало стрелять приятнее. Следующее изменение. Увеличение лимитов веса для перегрузки. До патча это значение было в 21,5 кг. После 27 кг. То есть теперь можно нормально собирать в рейд снаряжение броню, шлем, основное оружие с боекомплектом, медицину и всякое такое, и не получать перегруз. То есть желтые цифры веса. А что это значит? Что и умение выносливости теперь будет прокачиваться адекватно. Из-за малых лимитов веса до патча, чтобы прокачать выносливость, нужно было одеваться максимально легко. Вплоть до легкого бронежилета или разгрузки без брони. О винтовках с БК и хорошей экипировке можно было просто забыть, если вы хотели прокачать выносливость. Сейчас же там будет нормальный баланс, и по умениям у игроков не будет быстрого разрыва прокачки силы от выносливости. Также изменили расход выносливости на различные действия. Бег с перегрузом и без перегруза примерно стал на 30-40% дольше. Причем различие между бегом без перегруза и с небольшим буквально в десятки метров. Расход выносливости на прыжки и изменение положения тела тоже сделали меньше. Увеличение показателей восстановления выносливости заявлены в патче не были и визуально тоже не обнаружены. Но, кроме этого, выбивание выносливости от попадания по персонажу сделали меньше. Я думаю, у всех была ситуация, когда почти на полной выносливости вы перебегаете открытый участок локации и по вам попадает масянист. Затем, все, вы не можете бежать. Таких ситуаций станет гораздо меньше. Если вы считаете, что это плохое изменение, я вот тот самый масянист, которому очень круто, то я вам скажу, как человек, который два дня подряд ловил такие моменты. Они нифига не прикольные. Вместе с этим хорошая новость для любителей снайпинга. Удержание оружия в прицеливании стало лучше чуть ли не в два раза. Вот вам пример винтовки весом в 5 килограмм. И если я где-то найду кадры со старым прицеливанием, то разница там колоссальная. Если не найду, то, поверьте, разница там колоссальная. Расход энергии и воды в рейдах был уменьшен. Тоже было заявлено, но тут я сравнил расход этих двух показателей между моим текущим ЧВКшником с прокаченным метаболизмом и моим диким с начала патча. Разницы почти нет. У текущего ЧВК просто лучшее умение и чуть лучше расход. Поэтому пока не знаю. Ну и последнее изменение. Значительно уменьшены штрафы на передвижение от ношения бронежилетов и бронеразгрузок. То есть показатели стали в среднем небольшие от 5 до 7 процентов штрафа. Ранее такие штрафы были в районе 13-15 процентов. Конечно же, чем тяжелее бронежилет, тем штраф больше. Но в этом патче, например, была введена систематизация бронежилетов на тяжелые и легкие. Пусть, конечно, она странная, и тип бронежилета зависит от его материала, но такие изменения направлены на большую осмысленность в выборе экипировки. Подбора ее для конкретного геймплея и локации, а не выбор одной и той же брони, ведь она меньше весит и дает меньше штрафов. И в целом, текущие изменения в плане выносливости и брони направлены на смягчение для активных игроков, кто предпочитает больше двигаться. Для ребят типа меня, кто любит по таким ребятам вообще стрелять издалека, такие изменения, конечно, не очень зайдут. Однако любому игроку в Таркове нужно так или иначе передвигаться по локации. И теперь это передвижение сделали не просто нормальным, а его сделали комфортным, адекватным, я бы даже так сказал. Да и целиться теперь из оружия приятно. Не по 15 секунд в прицеливании, а затем персонаж твой просто выдыхается. Ну и вот отдача. Стрелять комфортней. Можно играть со СБУ сборками. Вообще минусы будут у этих изменений. Но вот посмотрим. Нужно немного времени, игроки, разработчики посмотрят, в чем же есть эти минусы. Или вообще этих минусов нет. Ну а так, БСГ красавцы прислушались к мнению своих игроков. Мне вот эти изменения зашли. За последние сотни часов игры я не помню, чтобы я не вспоминал про то, что мой персонаж стал не подготовленным ЧВКшником, а учеником в средней школе в плане физподготовки. Или то, что отдача, или то, что прицеливание. В любом случае, что вы думаете по поводу этих изменений? Пока, друзья, я вас благодарю, что досмотрели ролик до конца. И за ваше внимание и терпение. Большое спасибо вот этим ребятам с площадки Бусти и не только за финансовую поддержку. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Всего вам лучшего и до скорых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok